Продолжим знакомство с Лениным по воспоминаниям Горького в цикле «Паруси». Отрицание искусства до логики одного из героев Андреева. Люди живут плохо, значит я тоже должен плохо жить. В тяжелом голодном девятнадцатом году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. «Приглашай меня обедать к себе», — он сказал. «Копченой рыбой угощу». Прислали из Астрахани. И нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил. «Присылаю точно барину». «Как от этого отвадишь?» «Отказаться?» «Не принять?» «Обидишь». «Округом все голодают». Они прихотливые, чуждые привычки к вину, табаку, заняты с утра до вечера сложной тяжелой работой. Он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги. «Здравствуйте. Как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ в провинции скучает, видимо устал. Надо поддержать. Настроение немало вещь. Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает. «Обедали?» «Да. Не сочиняйте?» «Свидетели есть. Обедал я в кремлевской столовой. Я слышал. Скверно готовят там. Не скверно, а могли бы лучше». Он тотчас же подробно допросил, почему плохо, как, может быть лучше, и начал сердито ворчать. «Что же они там? Умелого повара не могут найти. Люди работают буквально до обморока. Их нужно кормить вкусно, чтоб они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они. Тут нужен искусный повар». И процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил, «Как это вы успеваете думать о таких вещах?» Он тоже спросил, «О рациональном питании». И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.